В считанные минуты вытаскивают человека из заблокированной машины, помещают его в снегоход. Спецмашина экстренно доставляет пострадавшего в пункты обогрева. Аварийные спасательные службы края оттачивают навыки по борьбе с зимними происшествиями. Масштабное учение проходит в Первомайском районе. В тренировочном процессе задействовано 120 человек и 50 единиц техники. Спасатели, медицинские работники, полиция, дорожные службы проверили свою готовность к чрезвычайным ситуациям в зимний период. На комплексные тренировки побывал и губернатор Виктор Томенко. Глава региона провел выездное заседание комиссии ПЧС и пожарной безопасности. Выстраивание по всему краю и стационарных, и мобильных пунктов обогрева, там, где могут и люди переждать непогоду, там, где можно и технику даже поставить. Она сегодня сформирована и по мере необходимости где-то дислокация эта уточняется. Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в крае ведется постоянно. В частности, за последние три года парк техники пополнился на 300 единиц. Сегодня в арсенале аварийно-спасательных служб имеется почти 1300 машин. Жители края себя должны чувствовать спокойно, уверенно и быть убеждены в том, что вся система власти не кто-то отдельный, а вся система власти в случае необходимости сработает. Это мы обеспечим. В опасный снежный сезон ситуацию на алтайских дорогах отслеживают 700 специалистов и 200 единиц техники. Служба МЧС готова в случае ЧП прийти на помощь в любое время дня и ночи. Они стоят практически все на круглосуточном дежурстве и в течение 10 минут реагируют на все вызовы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями и с другими происшествиями, которые так или иначе характерны для зимы. После учения глава региона отметил, что необходимо усилить систему оповещения и передачи информации между службами. А что касается муниципалитетов, то им нужно подготовить пункты временного размещения, создать запасы продуктов, чтобы в случае ЧС на дорогах у пострадавших было все самое необходимое.